И, ну, по сути, это две игры, давайте наблюдать. На наших экранах геймерсорджен, чемпионы прошлой игры, которые готовы в этой игре. Непонятно к чему, потому что, ну, вот это был единственный яркий момент от них. Да, первый, к сожалению, мы от них ничего не заметили. Так, тут сразу же Писккипер и Вингмен, два таких, знаешь, из крайности в крайность девайса. Один на сугубо ближней дистанции, второй на сугубо... Альтернейтор пометили, и тут же Ватсон такой дипс, и через полкарты побежал. Да, это очень полезно. Девайс Рингерс, команда, которая в прошлой игре занимала третье место. Да-да-да. Сейчас продолжает лутаться на крайне безопасной позиции. Здесь на этих болотах вообще никого не найдешь. Это зона, по-моему, которая в Этлендсах вообще сойдется, если я не ошибаюсь. И тут, на самом деле, будет интересный замес, потому что тебе из болот придется вверх подниматься. Там много скал, ущелье, достаточно много зданий на самих Этлендсах тоже, в том числе. И мы будем наблюдать поступательный такой дефенс, когда команда из дома в дом перебегает с зоной месте и обстраивается там. Да, именно так, причем тем же Рингерс можно будет комфортно проходить все дальше. На реле? Или это просто отмечено? Нет, просто кружок на мини-карте, у меня есть представление, что он вообще... Это кружок, который не отображает зону. Ни нынешнюю, ни будущую. Возможно, просто рассказывает чуть больше как раз-таки про реле и про то, что там есть тарелки и зиплайны и домики. Я не знаю. Но важнее, на самом деле, поговорить о том, что действительно сейчас с Na'Vi и WinStrike, потому что это, я думаю, волнует многих на трансляции. Как уже мы обсуждали с коллегами, по 6 очков. И в данный момент у десятой команды 9. То есть не хватает действительно немного. Но при этом не стоит забывать, что помимо того, как Na'Vi и WinStrike будут зарабатывать свои очки, другие команды будут заниматься примерно тем же. Да. И, ну, Гамбит плюс-минус-то уже можно немножко и подраслабиться в теории. Расслабиться, я думаю, нельзя, но они, скорее всего, в безопасности. Да, да. То есть у них уже такая плюс мораль и чуть ли не гарант того, что они выходят дальше в гранд-финал. Ну, да. Тут, видимо, обмениваются они ресурсами, будь то лечения или батареи, которые перезаряжают им с щиты. Артика играет синим армором, остальные на белых. Ну, и в целом, как мы видим, сетап они в очередной раз себе нашли, который им по вкусу приходится. G2 в этот же момент на водоотчистной, на самой дальней точке от места, где будет сходиться зона. Да. Вроде бы нашли здесь много лута, но смещаться-то придется. А если Na'Vi рядом с Рунофом высадились? Может быть и такое. В комплексе в этот же момент на мутных озерах продолжает свое сражение, которое длится, по-моему, с самого старта. Там на мини-карнах можно было увидеть. Реси-прости потеряли игрока, ну, точнее, его пока нокнули. И, скорее всего, добьют. Клоус также дает минус. Na'Vi готовы зарабатывать еще три очка. Они, по-моему, за каждую игру будут зарабатывать три. Ну, как бы хотелось бы больше видеть, если честно. Хотя бы по плейсменту еще, чтобы зарабатывали. Там вопрос поскочил. Как вы думаете, сколько матчей будет в финале? Мне кажется, ну, матчей 7, наверное. А я думаю, будет матчей 10. Ну, то есть, да. Здесь слишком много команд, которые презентуют на первое место. Реально сильных команд много. И смотреть за финалом будет одно удовольствие. Цепляйте, так что всех друзей, подруг, бабушек, дедушек, собак, тараканов. Всех, кто даже не видел ни разу Apex Legends, тащите их смотреть в финал. Да, возможно, здесь в нем мы не увидим большое количество СНГ-команд. Но смотреть его будет 100% интересно. Да, то есть, если вы даже только-только познакомились с дисциплиной, даже если вы многого не понимаете, то вы как минимум видите здесь шоу. И вы увидите здесь дикий экшен. Да, есть тем более много разных способов сделать этот финал интереснее себя. Можно просто болеть за разные команды. И в случае, если команда, за которой ты болеешь, дает килл, ты даешь фофан тиммейту или что-то еще. Просто пол СНГ с разбитыми головами. Всегда можно разнообразить просмотр матча различными способами. Вы меня понимаете. Приходят в школу с синяками на лбах. Я так и делал. Так, там обрезали фразу, спрашивали, куда мы идем. Но, видимо, идут в тоннель. Парни из Secret. В этот же момент смотрим за суккубами. Кстати говоря, на этих реле реально много складов уже. То есть склада 4, по-моему. Тимфайр там вообще-то, смотри где. Это да, это интересно. Успеет? Успеет же. Я думаю, успеет. 5, 4, 3... Успел. Это калькулейтит. Подожди. Тут вы... Одна. Это калькулейтит. Это реально очень тяжело было сделать. Реально, да. Но, с другой стороны, если бы он по ultimate, то подобрали бы баннер, возродили бы... Да, но на реле это сколько противников. Да, это ты, по сути, стучишь в колокол. Мы здесь. И один чел, голый. И они такие, посмотрите на него. Типа того. Да, и он файр тоже пришли в этот весь движ. Подключили. И, скорее всего, здесь складом, ну, наверное, 4-5. Мне почему-то все кажется, что тот желтый круг означал последнюю зону. Слишком много складов пришло на реле, и, по-моему, они что-то знают. Да, есть такая вероятность. Но... Но пока утверждать раньше времени не будем. Здесь пространство, посмотри, сверху у команды Тимфайр. У них все вообще как на ладони будут, и никто к ним не подберется, по сути, снизу вверх. Но пространство выше нет для того, чтобы снести этот забор. Вероятность того, что я неправильно разглядел зону, выше, чем что парни в продакшене неверно поняли то, куда сойдется эта зона. Думаю, да. Да. Так что будем действительно рассчитывать, потому что когда зона сходится на реле, это очень зрелищно с точки зрения дистанционных перестрелок. Большое количество домов, которые жестко обороняются в нынешней Метис, Ватсон и прочими персонажами смотрится. Это тоже довольно бодро. Поэтому, как минимум, интересные развязки мы тут точно будем лицезреть. Так, ну, в домом портал проложен у Питзбург-Найт сейчас. И они с хайграунда пытаются стрелять своим соперникам. Но, я думаю, план все-таки в том, чтобы нырнуть в портал и занять здание. Нави-то, похоже, заработали только одно очко, потому что 59 игроков живы, а они нокали двоих. Так что им нужно будет еще подзапотеть и пару киллов где-то найти. Ох, тут ищейка с переключателем у Фиша. А редкий гость. Да-да-да. Потому что слишком много патронов для нее нужно. А патроны здесь, как правило, в дефиците вообще. Ну, и когда большая часть игроков здесь такие скилловые, ищейка с переключателем иногда это даже трата вашего скилла. Потому что патронов много нужно, а урона не так много от каждого из них. И проще, наверное, с того же Вингвана стрелять. Вот целая обойма. То есть это 35 патронов, одно лишь попадание с ищейки. И не речь не о том, что точность стрельбы у игрока плохая. Речь о том, что это пистолет-пулемет в первую очередь. И на дальней дистанции урона не так много он нанесет. Зона реально сходится на реле пока что. Но, возможно, это та зона, которая сходится между рулей и болотами. И тут на спину команде Сигрет заходит сейчас. Или, ну, как условно, в спину команде Сигрет. Здесь была еще другая команда, которую Сигрет прижимали. И заметили возле этого, возле этой расщельной импульс пошел нырять вниз. Он, кстати, не знает о том, что Сигрет наверху находится. И сейчас встретит достаточно много народа, скорее всего, здесь. Так, и импульс пошел уже с порталом. Нормальное такое попадание сейчас было от PGMK. Тем временем в Росипросте те самые парни, которых на Вингвана уже обижали чуть ранее, нокнули кого-то из вражеских игроков. Так, НАВИ отступают в дом. Кстати, этот дом оборонять, ну, так, не то чтобы просто, но очень удобно. Вот, наверное, это самое подходящее слово. Да. Там Питцбург-Найтс разваливается по одному. Ну, нокают их пока что поднять еще есть шанс, конечно. Дадут ли другой вопрос уже. В комплексе по канатной дороге путешествуют. Ну, и вот так вот вдоль скал они в очередной раздвижутся. Подожди, это не та ли зона, где Питцбург-Найтс взяли топ-1? Так, я тебе говорю, похоже, это та зона, которая сходится между реле и болотами. Это интересно, конечно. Там вдоль стены этой лютые замесы можно встретить. Хотелось бы, чтобы осталось сквадов пять под конец данного матча. Начнет секшн из-за стеной под названием. Хельц, пока что здесь команда РОК, восстанавливает свои щиты. Встретили бы противоположный сквад прям напротив, через буквально метров сто. И у меня складывается впечатление, что вот многие команды путешествуют часто по позициям, которые зрители даже ни разу не видели. Потому что тебе туда незачем идти, там нет лута, там маловероятно есть соперник. Но когда ты играешь на место, когда ты играешь на разведку, наверняка, чтобы тебя не убили, это удобно. Это аттракционный VP в доме, чтобы чем себя развивать. И они радуются. Вон Ака какой счастливый. Как никто. У меня один раз тиммейт такой трос поставил в доме, я не понял для чего. Мы просто решили покататься на нем и все. Почему бы и нет. Так, пошло противостояние. Тут у команды Триумф. Отступает постепенно их под Файнер. За стеночку. Арморчик можно восстановить. Интересно, с кем это противостояние было. Потому что тут сквадов-то было много. На Ави там тем временем нокаут еще одного игрока. Команды Реси просит того самого снайпдауна, который играет на контроллере. Верный также подключается по Триумфам. И Триумф пока потеряли только одного. Но под Файнеру лучше бы отойти. Не терять хп. Очень больно. Проседает. Там он готов уже потерять свою ватсом. Ватсом падает. Да. И остается только лишь один под Файнер у команды Триумф Гейминг. Да и есть ощущение, что его сейчас зажмут. Здесь в конце концов сверху на него падают и добивают Триумфы. Бывают первыми. Интересно. Виверный, кстати говоря, делает этот минус. И снова Виверный. Снова они на фрагах. Да, и это гарант их прохода дальше. Оно работает. Такое чувство, что они просто выспались, хорошо позавтракали, пришли сюда и на плюс морали начинают просто отыгрывать. Сказать могу одно. У Триумф, скорее всего, на этом турнире все. Там все по последним местам. Ну, у них было одно очко. Сейчас они отлетели двадцатыми. Ну, и скорее всего... Ну, да. То есть маловероятно, что они в следующей игре возьмут такие топ-1 и сделают попутно там 15 киллов. Очень маловероятно. Да, это так. Потому что команды, которые находятся в первой десятке, они достаточно много в целом очков суммарно должны набирать на протяжении всех четырех. Всех четырех раундов. А Триумф этим поклассаться уже не могут. Комплекс продолжает прессинг на позицию под фонтаном. Вот этот самый респаун. Но на самом деле сложно там кого-то подцепить. Да и есть ли необходимо сейчас так яро отстаивать данную позиционку? Ну, вот видим, что ресепросити, которых Na'Vi подергали, поотрывали от них куски. Остались в лице одного лишь Фрекса, который будет просто прятаться по ходу игры. Два тиммейта за ним наблюдают. Но у него самого есть два килла, что немаловажно, кстати. Ну, то есть, хотя бы что-то. В сложившихся обстоятельствах это действительно лучше, чем ничего. Потому что сами Тереси Прости имеют девять очков на счету, вот это плюс еще парочка уже одиннадцать, и там как-то ни шутка ни валка можно пытаться выбираться. Уже, может быть, в четвертой игре как-то больше свезет. Интересно, а вот у Азиаду может быть какой-то джетлаг все-таки, знаешь, сложился в первые игровые дни? Ну, совсем легкий. Два дня, а на третий внезапно все четко. Нет, просто мне кажется, они сменили стиль. Но они раньше прятались в всю игру. Сейчас они не просто не прячутся, они сами идут в лобовую атаку. Причем, знаешь, как это тот самый мем, где парень что-то пинает и говорит, типа, играй. Вот, приблизительно, с вами Питер сам происходил во время первых матчей. То есть, они вроде бы как-то по-тихому передвигались по карте, только противник на них их настигал. Они сразу как бешено начинали с ним сражаться. Просто невероятный перформанс индивидуально показывали. И этот перформанс просто нужно показывать на протяжении всего матча. То есть, как только ты видишь сквад, почему бы не начать потихоньку, помаленьку, по кусочку от него откусывать эти арморы и потом додавливать до конца. Алистары подлутали supply ship, не взяли фиолетовый рюкзак, так что, скорее всего, у них там с этим параметром все хорошо. Видели мы только что команду Gambit, которая окопалась в доме, но старательно в вылазках пытается найти соперника для того, чтобы продолжить набирать очки. Не теряют парни надежды на то, чтобы, ну, возможно, даже бить какие-то рекорды на этом турнире в плане очков. Это похвально. И все еще остается загадкой, кто же возьмет предатора. В гранд-финале будет, опять же, повторюсь, самый сок, самые сильнейшие команды, лучшая двадцатка из восьмидесяти. Плюс там еще шестьдесят игроков. Много игр будет, соответственно, много возможностей эти самые очки набивать. И кто же станет советным обладателем предатора и восьми тысячи долларов. Возможно, ну, да, дополнительно от призового. Потому что уже команда, попавшая в топ-20, получает, собственно, какой-то призовой. Так, настреливают он, фаер по игрокам на большой тарелке. Можно будет сейчас как-то на зипке, если вдруг кого-то нокнут туда лететь. Да, это опасно. Да, вас могут отстреливать откуда угодно. Но все же этот дом занятием, наверное, было бы удобно. Потому что зона отсюда начнет уже уходить скоро. Да, сейчас она только сюда сойдется. Но вот что будет в будущем? Как там судьба интересного у Нави? Они просто пытались миновать все эти замесы сейчас около скалы. Но, с другой стороны, зная, что возле скалы-то как раз скидзона и сойдется, где-то у ее подножья, где-то за камнями могут там и отхалдиться. И на последнем файте включится, когда там у сквадов сломать. Нам опять всю игру не показывают винстрайк. Да. И вот тоже интересно, что с ними. Потому что обычно мы их не видим, не видим, не видим. Потом нам их показывают. И потом мы их быстро теряем. Смотри, какой хитрый мув просто. Разбегаешься, отталкиваешься в прыжке и считай, чекаешь дом. При этом не страдаешь по хп, потому что по тебе попасть сложно. Да, это намного интереснее, чем фишка с тем, когда ты взбираешься на стену и торчит только голова. Да-да-да, это такой, но... Голова статична. В такие моменты хочется просто влево или вправо, знаешь, еще подвигаться. Как Принц и Перси. Да. А тебе нельзя. Нет такого механики. Да, смотрим, как Виверна постепенно продвигается к складам. Тут через портал Рейв бежит. Не факт, что тиммейты через портал будут прыгать, потому что... Ну, иногда это бывает очень опасно. Хотя вот здесь ничто не предвещает беды. Помнишь, как гамбиты копались на этом складе и жестко воевали? Здесь они заняли домик рядом с этим складом. Виверна. Через портал здесь передвигается. Ой, на самом деле опасная арена. Все-таки на реле жестко сходится зона, а это очень интересно. Так, Sweet Dreams. Видел противника сверху на втором этаже. Туда не забраться, я так понимаю, из-за решеток банально. А еще и гранаты прилетают под ноги. Страдает армор, страдает хп вообще у Хаскерста. Посмотри, как же мало хп. При этом еще и противника успевает снести армор. Тиммейт также находится без щитов вообще. Гранаты будут туда позакидывать. Они вроде летят зажигательно, но не достают соперник. Они там как-то бансят за углами. Но Рингерс продолжает сражаться. Слишком мало у них хп, слишком битые арморы. Но сражение-то продолжается. И огромные проблемы могут возникнуть уже у их соперников. Просто десантируется Вассом, пытается нокнуть Претфайндер. Получается это сделать. Мансит за ящиками. Есть еще одно попадание. Нужно продолжать сражение, потому что вот-вот его за Нави падает. Скват Рингерс. И они выбывают из этого матча. Найс-страйк, конечно. Но не получилось забрать хотя бы какие-то пойнты. Там тем временем в Виверны нокнули Артика. И похоже у Гамбит начались перестрелки с тем скватом, который занимал как раз склад. Там и у Винстрайка, и у Нави начались проблемы. КМК нокнули, врук бы добили вообще у Винстрайка. Но зато импульс ответил по Рисипрости. Нави и Рисипрости всю игру перестреливают с самого старта и до сих пор. Да, нужно спасать своего тиммейта. Как мы видим, находится под Файндер в осаде оппонентов. Его нужно оттуда реально вытаскивать как-то. Понятное дело, что он может как-то попытаться улететь, но шанс того, что его в итоге расстреляют очень высок. Так, в доме тут уже перестрелка пошла у G2, минус Фьюзи. Минус Дезертук тем временем. Да. Это действительно опасно. Остался ли кто-то от команды Винстрайк, вот что непонятно. Там просто врук бы, я помню, нокнули, тоже вроде. Ну, значит, есть шансы еще, есть шансы побороться. Понятное дело, что уже здесь никого вызывать через корабль не будут. Как топ-13, тут очки нужны очень жестко. Да причем не только очки, еще и фраги. Все команды должны... Сайн, Паулу, Гамбит. Все команды должны просто их набивать конкретно в данный момент. И, по-моему, лучшей ситуации не найти, когда начинаются вот эти вот микрозамесы возле домиков. Начинать нужно их штурмовать каким-то образом. Ну, сложно штурмовать тех, кто уже закрепился в них. Кстати, нет, зона сведется на двух домах. Да. И тем парням, которые занимали склад, и Дамарин со складом, нужно будет через реку, через узкий мостик, или же через зипку как-то переезжать на обратную сторону, что очень опасно. Ты открыт будешь на все ветра, тебя будут обстреливать. Но ты посмотри, там он фаер. Помнишь позицию, которую они занимали? Они с длинных луков оттуда начинают нашпиговывать соперника свинцом. Настреливая очень жестко. Ой, какой урон тут. Зажигательная граната прилетела. Пять. Нет, в смысле, он многочисленный был. Na'Vi теряет там PKMK, падает также импульс. Но есть еще кто-то, скорее всего, должны сражаться Na'Vi, но нет, все-таки добивают одного, второго. И заканчивается и путь команды Na'Vi в рамках данного раунда. Да, вот что по фрагам вопрос, там один-то точно сделали. Но все равно это мало, мало слишком очков для Natos Vincere в этом раунде. Это третий, в котором просто необходимо что Winstry, что Na'Vi. Было набивать как минимум фрагов шесть, и еще и плейсмент забирать достаточно хороший. Да, но вот Winstryk остались пятнадцатыми. MVP развлекается, просто в доме сидят. А они вообще не беспокоятся ни о чем. На крыше норма, они заняли ключевой дом. На крыше у них есть тиммейт, который отстреливает остальные домишки. И, в принципе, все окей. Кстати, команда Fire, которая сидит сейчас на скале, она вообще может даже и не показываться, не стреляться. Просто сидеть, играть на плейсмент. Только вот штурмовать придется дом именно команды MVP. Да, они, как мы видим, сегодня очень опасны. Сукубы горят, Space Station точнее, горят. И, судя по всему, Space Station тоже особо успехов не сыщет. Они были на самом последнем двадцатом месте. Это снова Viverny. Ты посмотри, это снова Viverny. Они просто не щадят никого сегодня вместе с командой MVP. Корейцы просто буйствуют. В комплекте пытаются спасаться из очень бедовой ситуации. Потеряли пока под Finder. Пытаются здесь также улетать кто-то на кушке. Рейв у них. И у Viverny горит парка. Но, в принципе, успел скрыться. Тут же, скорее всего, догорает. Да, нокается и он. Под Finder лежит. Остается только Селли. Селли продолжает свое сражение. Видите, мы только ее глаза. Но ты посмотри, как же она борется до последнего. Золотой щит еще есть. Но поднять себя, скорее всего, уже не удастся. Добивает ее моментально на месте. Viverny также падает. Пять сквадов осталось в активе. И вот он тот самый Team Fire. Тот самый сквад, который и сидел на скалах. Сейчас готов уже, в принципе, идти. Правда, вот два дома, где сидит два сквада. И как штурмовать сейчас немножко непонятно. Должно восстанавливаться по максимуму. И уже потом заходить хотя бы к подножью, стремиться. Потому что под домами есть действительно пространство, где можно посидеть и переждать хоть какое-то время. На СНГ команд не осталось из этих пяти сквадов. В 15-е, 13-е и 12-е места, соответственно, заняли наши коллективы в этом конкретном раунде. Ну и останется еще один для того, чтобы как-то постараться ворваться в десятку. Ну и для комбит не так-то страшно. В отличие от других команд. Здесь уже три изи-плана или четыре вообще випи поставили. Просто девать некуда. Представь, кто-нибудь зайдет в этот дом и случайно Е нажмет. На самом деле это тоже довольно интересно можно использовать, потому что ты намного мобильнее становишься непосредственно в самом доме. Тебе легче мансить. Тебе с одной стороны пушат, бац-бац, ты уже обошел. Да? Пытается тут прессовать тимфайр. Противника, кстати, потеряли рейв. Приделось поднимать. И еще и вдобавок, у Атсон следующий на подъем. Да, там под Файндору прилетает, пока он тиммейтов поднимает. И теперь нужно себя как-то спасать. Нет, там файр падают. Успели ли они набрать достаточное количество очков? Вот чем вопрос. Потому что MVP не щадят. Очередные киллы, очередные очки фармят именно они. Роги, MVP и... И кто же еще остался? Виверны? А, нет, стоп, Виверны вылетели. Да, Виверны вылетели. Так что это Рог, MVP и, возможно, кто-то один. Кого мы не видели все это время. Ну, вот и посмотрим. Возможно, это CLG. Их вот мы давно не видели. Они любители прятаться где-то непонятно где. Может быть, они что-то обузят. И сидят где-то там, знаешь, где водопад. А, вон! Ну, это вот CLG! Вот они, да. Добрый вечер! Сидим, чилим нормально. Домики охраняем. Так, а хочешь, чтобы портал, видимо, задержался немножко в этом углу. Но стратегия такая же, как и, в принципе, в предыдущем. Вообще. Ну, это обуз зипки, видимо, будет. Туда-сюда катаемся. Ну, в принципе, они тренировались полыгры в этом доме. И можно будет продолжать обуз. Ну, отстреливают тут на всякий случай вражеские пилоны. Раз, для того, чтобы на них не погореть. Ну, CLG эту игру, скорее всего, проиграет. Маловероятно, что им удастся что-то здесь придумать с этими порталами и так далее. Ну, выйти из дома как минимум. Так что это... Да, вот так вот. Просто поджигатели, знаешь, это как в школе. Поджечь под дверью что-то, постучаться и убежать. Я так не делал. Честно? Нет. Ну, ждут, ждут команды ROG, пока MVP выйдут. Но большого смысла им выходить нет. Они вообще на крыше находятся сейчас над соперником. Только зиплайнов, конечно. Мало того, что есть свои зиплайны, так еще и MVP понаставили. Да и доме просто все в тросах. Да, да. Ну и интересная развязка между командой MVP и коллективом ROG. ROG. CLG тут сидят, просто 70% портала. ROG сейчас рука отвалится. Устанет, да. Аж трясется. И здесь то же самое. Осталось буквально 30 секунд. Никто не хочет ошибиться, никто никому не идет. Просто настолько все напряжено, что даже команды ждут только таймера. Только он сподвигнет их к тому, чтобы начать двигаться. Конечно. Так, а это с кем? А это, видимо, с CLG там начались какие-то первые перестрелки. Или что это? Я не помню, кто портал начал ставить. Еще один. Вероятно. Портал вот так вот на выход, чтобы если пришли игроки, их можно было здесь убивать. Тоже десантируется RAF. Улетает обратно на крышу. Нельзя рисковать. Нельзя подставляться. Но таймер сейчас начнет поджимать. Зона начнет выползать. CLG падает по одному. Это изначально был план, рассчитанный на провал. Потому что ничего ты не поделаешь. Ты просто выходишь на огонь соперника. Горит сильно под Finder. Нужно заходить в зону. Одни. Так же все горит. И тут же пришли Роуги, которые начинают разваливать. CLG потеряли уже двоих. Остается только MVP. MVP подключается к этому сражению. Роуги потеряли пока двоих. Пытается сражаться с Sweet Dream. Со Sweet Dream слишком мало шансов. Но он уничтожает всех. И Роуги берут топ-1 MVP. Топ-2. Ну а CLG сидели дома. Как сидели, так и сидели. В принципе, два раунда к ряду. Но ребята достаточно неплохо.